И последнее, большой юбилей большого человека, Олегу Табакову 80, его уже поздравил президент. Патриарх театральной сцены, кинозвезда первой величины, мастер с большой буквы и любимец малышни, ведь его голосом говорят десятки персонажей мультфильмов. Он не только играл и продолжает играть, ставил спектакли, учил студентов и основывал театры. С неутомимым Табаковым встретился Алексей Изотов. Олег Павлович сам придумал образ, в котором встречает 80-й день рождения искусного ювелира, понимающего, что он не вечен, но вполне бодр, пока мечтает и смеется над собой. Терпите, больная, терпите, терпите. Это ясно вышел, холодает, а мы тут морфин балуемся. Пять лет назад мы слушали любимые пластинки его детства. Он приглашал еще. И вот в кабинете Олега Табакова в МХТ заводим дунайские волны, которые тут же уносят его в то время, когда отец вернулся с войны домой, на Волгу. Девушки нежно смотрели им вслед, шли они дальше дорогой побед. И отражением волжской волны были глаза полны. Он давно понял, что в жизни все сложилось так, как есть. Еще и потому, что везло именно на людей, живущих от себя, ради других. И это не только педагоги и великие коллеги Олег Ефремов и Евгений Евстигнеев от бабушек. Олег Павлович унаследовал принцип жизни. Всегда говорить спасибо и знаменитую мелодику своей речи. Когда я вижу перед собой человека, которому ничего не нужно, я понимаю, что ему нужно все. Бабушка одна пела там. Не пора, пантелей, пстыдиться людей. А бабушка другая пела. Ой, на свитой мысяченьку. Он вспоминает, как в запой слушал западные пластинки с классикой. Первый муж его мамы до войны был советским разведчиком в Германии и Австрии. А вот с живых песен Отвертинского, посетившего как-то актерский курс школы-студии МХАТ, студент Табаков так и не услышал. У того не было голоса. Ну, что-то у него там случилось. Простудился или еще как-то. И он стал читать стихи. И оказалось, он это делает не менее талантливо. Половину его гримерки занимает кровать. Последние полвека после инфаркта в 29 лет он обязательно спит перед тем, как идти на сцену и тратить себя, теряя в весе почти килограмм за вечер. Последнюю неделю тут жру, как кошка. А как пронесут в пенсию, и ты все равно, я все не могу. Ям-ям-ям-ям-ям-ям-ям-ям-ям. Желобный клопнет. Вас судить буду. Он сыграл больше 200 ролей в кино и театре, но никогда не обижался на зрителей, особенно влюбленных в эту. А я ничего не буду. Я экономить буду. Скажи что-нибудь голосом матроски. А я буду экономить. А вы завидуете те, у кого нет такой роли, говорит Олег Павлович, завидуя сам, лишь двум талантам – говорить по-французски и играть на музыкальных инструментах. Я смотрел на Славу Ростроповичу и думаю, боже мой. Но никогда не хотелось, чтобы он стал хуже играть. Наоборот. От того, что я слушал его, так получалось, что я иногда даже лучше играл. Прошу, товарища, от обеда, чем Бог послал. Иду! Теща. Как моменты актерского счастья, Олег Павлович вспоминает съемки в фильме «Шумный день», одном из первых в его судьбе. И в картине «Открытая книга», где играет, по сути, своего отца, ученого-микробиолога. А о личном счастье он всегда говорит по-разному. Счастье – это когда мама была жива. Счастье – это когда бабушка была жива. Счастье – это что? Я имею возможность вечером поцеловать Машу, когда она ложится спать. И иногда она редко-редко, но вспоминает о том, что она хочет меня поцеловать утром. А еще он старается смаковать такие вот редкие моменты, когда все вместе. Когда он не театральный, не тяжеловоз, и не актер-глыба, а просто дорогой человек. Алексей Зотов, Татьяна Бодрова, Людмила Жильцова. Первый канал.